Всем привет! Меня зовут Рома, я уже более пяти лет работаю режиссером видеомонтажа. И за моими плечами очень много самых разнообразных проектов. Полнометражные фильмы. Короткометражные. Проморолики для таких крупных брендов, как Бёрн, Кока-Кола. Рекламы на ТВ и для интернета. После десятков тысяч часов работы в Adobe Premiere Pro, в After Effects, в Da Vinci и на съемочных площадках у меня сформировался определенный пласт знаний и опыта, которым я хочу с вами поделиться. И первым будет курс по Adobe Premiere Pro, который будет состоять из таких частей. Как собрать ролик и с чего начать. Стабилизация видео. Чистка шумов. Клинап видео. Обработка звука. Крутые переходы, блики, вжухи и всякий выпендреж. Основа цветокоррекции и работа с панелью Lumetri. Вывод, экспорт видео. Типичные ошибки монтажа. Фишки и шорткаты программы Adobe Premiere Pro. Проблемы и баги. Топ полезных плагинов, которые вам обязательно понадобятся в работе. Только что была вступительная часть, а сейчас перейдем непосредственно к первой теме. Интерфейс программы и с чего начинать монтировать ролик. Поехали! Прежде чем мы начнем, хочу сказать, что я знаю, в принципе, что на YouTube есть очень много туториалов по Adobe Premiere, но я пересмотрел большинство и почти в каждом нашел какой-то косяк. Или плохое качество звука, или же софт уже устарел и более неактуален. Курс на иностранном языке, или же это частично курс, который выложен в сеть, а остальное надо докупать. Поэтому я решил создать свой. Все, теперь точно приступим. Итак, открываем программу. Первое окно, которое мы видим, это окно с выбором проектов, с которыми мы недавно работали. Если вы открываете программу в первый раз, то, естественно, вот этих проектов у вас не будет. Поэтому создаем новый проект. Нам нужно нажать New Project. Новый проект. Здесь мы в Name вводим имя проекта, Adobe Premiere Tutorial, к примеру. В Location мы выбираем местоположение нашего проекта. По поводу местоположения. Если вы скачали и купили, установили, неважно, Adobe Premiere Pro, значит вы занимаетесь фото или видео съемкой. И вот структурирование своих материалов, это тоже очень важный момент. Например, вот у меня, когда мы заходим на жесткий диск, создана папка, к примеру, 2017-2018. Называем, как вы хотите назвать то место, где вы были, скажем так. Или просто ставим дату. К примеру, возьмем первую папку. Здесь мы все разделили на две карты памяти. Здесь идет разделение на фото и видео. То есть таким макаром вы сможете быстро ориентироваться. Поэтому, к примеру, создаем в 2018 папку, которую называем тоже Adobe Premiere Tutorial. Выбираем ее. И, в принципе, окей. С вот этими настройками играться не надо, они по умолчанию, с ними все хорошо. Вот с этим могут возникнуть некоторые проблемы, но мы это рассмотрим в видеоуроке, который будет касаться багов и ошибок этой программы. Нажимаем окей. Итак, перед нами основной интерфейс программы. Описывать в теории я его не буду. Мы начнем сейчас монтировать видео и все будем постигать на практике. Так нагляднее и намного понятнее. Я, конечно, мог скачать пару красивых футажей и взять их и красиво слепить на таймлайне, поставить какой-то переходик и, в принципе, сказать, все, на этом урок завершен. Но так в жизни не бывает. Вы приехали с отпуска или вас на работе заставили монтировать корпоратив, сказали вы там, ты же сидишь за компьютером, ты умеешь монтировать видео. И вы открываете папку с видео, к примеру, давайте возьмем мой старый какой-то материал. Вот, вы открываете папку, у вас дохрена всяких видосов и вы просто вот не знаете, с чего начать. Я тоже сталкивался с такой проблемой, что вот ты сидишь на вот это, смотришь и такой думаешь, ну блин, как-то надо начинать. И все откладывается, откладывается. В общем, самое главное это подумать, что вы хотите сказать своим роликам, какой будет основной месседж, смысл, посыл, называйте как хотите. К примеру, я ездил на Букский каньон, это очень красивое природное такое место. Допустим, я хочу показать в ролике, как там красиво, подложив какие-то интершумы, музычку. Поэтому для начала я советую вам всегда выбирать музыку, на которую вы будете ориентироваться. Музыку я, в принципе, ищу в интернете, но так как я занимаюсь ютубом непосредственно, то мне нужна музыка без авторских прав. Где ее можно найти, к примеру, есть такой мега крутой раскрученный миллионник канал Audio Library No Corporate Music. То есть я ссылочку оставлю в описании. Чтобы выкачать вот это самое прекрасное музло, я использую программу, которая называется Clip Grab. Она бесплатная, ее можно скачать в интернете. То есть как я делаю, я беру, копирую ссылку, сразу Ptems, здесь обнаруживается видео. И я нажимаю скачать ролик и запихиваю его в папку с нашим проектом. Итак, пока скачивается музыка, мы начинаем разбираться в том, как нам уже начинать монтировать ролик. Итак, погнали. Здесь мы видим вот такие вот страшные какие-то непонятные панели, но мы пока на них забываем. Ищите вот здесь вот Media Browser или, в принципе, можете тыкнуть Assembly. Вот, все загрузки завершены, отлично. Тыкаем Assembly, выбираем Media. Вот папка с нашим видео. Подождем, пока оно все прогрузится. Это может занять некоторое время, поэтому не спешите. Все зависит, конечно, от мощности вашего компьютера или ноутбука. Месседж этого ролика показать, какое же это красивое место. Поэтому желательно начать ролик с какого-то заявочного общего кадра. И он у нас открывается вот здесь вот. Кстати, вот видите, мы подводим мышкой к краям и мы можем просмотреть ролик. Это очень удобно. Вот мы нашли какой-то общий план. Давайте просмотрим. Дрожащий, немножечко темный, но мы это поправим обязательно потом. Можно посмотреть еще этот общий план. Здесь люди, терпеть не могу людей. Итак, смотрите, здесь начинается все самое интересное. Вы выбираете момент, который вам наиболее нравится. К примеру, вот отсюда. И ставим Mark In. Выделяем. Протягиваем до того момента, где, в принципе, все заканчивается хорошее. Вот тут уже пошла какая-то непонятная тряска, движение куда-то не туда пошло. И ставим Mark Out. Теперь, если мы хотим перетащить только видео, мы клацаем на вот эту иконочку киноленты. И мы перетягиваем только видео. Бамс! У нас создалась вот такая вот секвенция. У нас скачалась музыка. Мы подставляем музыку. Таким вот образом. Ну, потому что это быстрее просто перетащить. Потом зажимаем Alt. Выбираем верхнюю видеодорожку, которая нам не надо. И удаляем ее. Почему я скачал видео? Ведь мы-то могли скачать. Мы могли скачать в формате MP3. Сразу музыку. Вот об этом я вам расскажу в туториале Ошибки и баги премьера. Подставили музыку. Можем сделать ее другим цветом. Чтобы понимать, что это музыка. К примеру, Caribbean. Вот так мы можем регулировать высоту дорожки. Все мы это можем передвигивать, перетягивать. Плюсиком на клавиатуре мы можем увеличивать масштаб. В принципе, после общего плана очень хорошо заходит какой-то крупничок. Какой-то крупный план. Давайте посмотрим, где у нас здесь есть какой-то крупный план, который будет несколько релевантен с вот этим. К примеру, давайте возьмем вот этот кадр. Просмотрим его. И в принципе, можно вот отсюда начать. Там, где меньше всего тряски. Перетягиваем его сюда. После этого можно какой-то общий с зеленью кадр взять. В котором тоже будет вода. К примеру, можно взять вот этот кадр. Открываем. И смотрим, что в принципе по движению здесь все достаточно неплохо. Когда мы это все стабилизируем, то будет вообще шикардос. После этого можем взять более крупный, который тоже снят в этой же локации. Это вот эти камешки. Вот, они сняты более крупно. Перебьемся. В принципе, есть такая вот негласная теория простенького монтажа. Не артхаусного, не художественного, а вот именно вот простенького. Это средний, крупный, общий, крупный, общий. То есть, чередовать кадры, чтобы не было, не выглядел стык общий на общий. Иногда это работает, но чаще всего это не работает. Давайте вот посмотрим. К примеру, да, как сейчас у нас смонтировалась. Вот сюда смотрим, вот сюда вот. Ну, тут можно подгонять под музыку. К примеру, начнем вот отсюда. Просто перетягиваем поверху, не надо ничего подрезать. Это быстро и удобно. Смотрим, где у нас тут начинается музыка и подтягиваем вот сюда, чтобы оно все смотрелось ритмично и красиво. Мы, конечно, не делаем музыкальный клип, то есть дальше это все у нас немножечко собьется, конечно. Мы не будем делать все тупо точно под музыку, но в принципе, в начале, чтобы заинтересовать зрителя, чтобы самому было приятно, в конце концов, мы можем немножечко заморочиться. После этого кадра у нас можно сделать какой-то общий. К примеру, вот этот. Где-то вот отсюда. Перетаскиваем. Теперь можно показать, мы заявили зелень, поэтому теперь мы можем показать какой-то крупный план каких-то зеленых листочков. Например, вот он. Просто вот когда вы что-то снимаете, я понимаю, что можно растеряться, забыть и такое прочее. Но вот запомните себе. Крупняки должны быть. Вот видите, на начале какая-то трясочка, мы ее пропускаем и начинаем вот отсюда. Очень быстро. Вот таким вот образом. Очень экономно. Все монтируем. Потому что мы не хотим здесь сидеть часами, монтировать видео. Мы хотим сделать это все быстро и четко. Мы просто его берем, нажимаем и подтягиваем. Левом, левой клавишей мышки просто берем и подтягиваем. Если у вас видео, короче, у вас не автоматически не подтягивается под вот этот маркер длинный, да, вы его так вот увеличиваете, пытаетесь там вот точно попасть. У вас просто отключен магнитик. Снэп. Вы его включаете и оно вот примагничивается к всяким вот таким вот штукам и другим видосам. Автоматически, видите, примагничивается. Итак, после вот такого крупного мы можем поставить какой-то усредненный план. сейчас мы его будем искать. Слишком темно. Вот после такого или очень крупный типа вот такого. Это прям вообще мега клоузап. Но не знаю, как он будет смотреться. Неплохо, если его протянуть. Да, здесь мы сделаем такой вжух, вжухич. Так, и здесь можно уже... О, можно поставить рыбалку, которая там рыбачит, сидит. Кадр трясется, но это то, что нам нужно для урока по стабилизации видео. Быстро изменить уровень громкости песни, если она слишком громкая. Можно вот просто нажав на вот эту полосочку, потому что я считаю она несколько громковатая. И можно ее подрезать. Смотрите, шорткаты. Как подрезать вот песню. Допустим, я хочу, чтобы начинался уже расколбас, а не вот эти вот. Бемби, бемби. Где мы хотим подрезать? Ставим вот этот маркер, нажимаем на клавиатуре S или C. Кстати, они одни и те же буквы. И появляется вот такое вот у нас лезвие. Почему вообще я советую работать в английской версии программы, даже если вы не знаете английский, ну пора бы уже изучить 18-й год на дворе. Ну ладно, неважно. Будем с вами вместе учить. Потому что, к примеру, название вот этого тула, лично я видел целых три варианта. Это первое было лезвие, потом резать, и третье было вообще кромсать. То есть вы представляете, насколько русские локализаторы могут иногда пофаниться и попереводить какую-то щепуху. Поэтому лучше работать с оригинальной, с английской версией. Ну вот здесь можно выбрать Razor Tool, лезвие, клацаем вот здесь вот, вот это вот мы делаем, наверное, где-то вот так, и подтягиваем это все вот сюда. В принципе неплохо, мы туда поставим еще фейдик. Дальше. Так как у нас здесь музыка пошла уже более динамичная, то она предполагает частую смену кадров. Крупных мало не бывает. Это ваш покорный слуга. Нужно в принципе вставить. Так как кадров не особо много. Вот такой красивый кадр колосков. Можно вставить еще крупных подсолнушков. Здесь даже такой блик красивый у нас есть, солнечный. совет. Когда мы смонтировали видео, то чтобы у нас в конце песни не обрывалось просто вот таким вот образом, да, затухание обычное. То есть мы слышим там, что у песни еще идет расколбас, ну, конец видео, и мы просто ничего не придумали, как просто поставить фейдик. Ну, как-то звучит вообще не очень. Поэтому я всегда делаю вот такой вот хитрый трюк. Я ищу конец песни. Вот он. Да. Давайте послушаем. Отлично. У нас плавный, плавное затухание вместе с какими-то инструментами там еще. Поэтому под завершающий кадр можно прилепить конец песни. И здесь какие-то, какой-то аутро поставить. То есть мы поставили конец песни, но здесь у нас середина песни. И как нам это все соединить, мы будем смотреть в видеоуроке с работой аудио. То есть мы будем добавлять какие-то интершумы, звук воды, звук листьев, ветра, чтобы видео было более насыщенным не только визуально, но и аудиально. Потому что звук в видео это всегда очень важно. Пока что вот у нас получился вот такой вот 24-27 секундный, извиняюсь, видеоролик, который мы вот так вот набросали. Чтобы посмотреть на полный экран, можем нажать Ctrl плюс тильда. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такое вот у нас получилось видео. Это такой экспресс-курс будет по Adobe Premiere. Мы будем использовать только те функции, которые нам необходимы. Но так как с каждым видеоуроком нам нужно будет все больше и больше функций, то мы их будем учить постепенно. Вот, это очень важно. Потому что сразу все запомнить, особенно если вы новичок, очень сложно. С чего мы начинаем монтаж любого видео? Это вы создаете папочку на жестком диске с названием года, в котором вы живете. К примеру, 2036. Потом создаете папку видео, скопируете туда все видео, которое у вас есть. Открываете программу Premiere Pro, открываете медиабраузер, загружаете все видео, которые у вас есть, просматриваете, берете, нажимаете два клика по этому видео, Mark In, Mark Out. Видите, здесь даже есть шорткаты, то есть и, о, вы можете это делать вот так вот быстро на клавиатуре. Потом это все растягивать, дотягивать и все такое прочее. И перетягиваем. Видео со звуком перетягиваем. Только звук. Только видео. Работаем с материалами, которые у нас доступны. Ставим музыку. Можем не ставить музыку, можем потом просто это все заменить интершумами, но так как у нас ролик вот такой вот, ля-ля-ля, значит музыку поставили. Окей. Собрали ролик, просмотрели его. В следующем уроке мы разберем, как это видео трясущееся, стабилизировать, убрать вот эту некрасивую тряску. Рассмотрим работу эффекта Warp Stabilizer, посмотрим на его ошибки, баги и как мы можем с ними бороться. На этом все. Что мы делаем? Мы нажимаем Ctrl плюс S, чтобы сохранить проект. Или же просто файл Save As. Save As. Да? Вот. Мы его обязательно сохраняем и нажимаем Ctrl плюс Q. Что это значит? Это выход из программы. Ну вот и все. Думаю и знаю, что у вас все получилось. Если понравился туториал, ставь лайк и обязательно подписывайся на канал, потому что помимо Premiere Pro будут курсы по After Effects, DaVinci и даже 3D-моделированию и внедрению 3D-моделей в сами видео. Не тупейте, не болейте и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!